В меру дождя и солнца. С этими пожеланиями власти региона обратились к работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Профессиональный праздник отметили во Владимирской филармонии. Первой с подробным докладом об итогах уборочной кампании перед гостями выступила губернатор Светлана Орлова. Из-за продолжительных дождей урожайность ожидаемо оказалась ниже. Тем не менее, в регионе до сих пор собирает чуть ли не рекордное количество зерна. В 2016 году намолочено 200 тысяч тонн. Область полностью обеспечивает себя мясом, молоком, овощами, кормами для животных. Честно вам скажу, мы переживали, даже уже думали ряд мер экстренных объявлять, но, слава богу, все обошлось. В принципе, показателям мы не снизили. Все, что касается молока, все, что касается заготовки зерна, овощей, картофеля, ну там немножко осталась кукуруза. Отдельные беды региона в этом году — африканская чума свиней и вирус ящура, поразивший сельскохозяйственный производственный кооператив в селе Вышваново Особинского района. Вспышку болезни удалось купировать. Дальше инфекция не пошла. По решению Орлова весь скот был привит. Правда, Вышвановское производство пришлось ликвидировать. Губернатор обещала помочь потерявшему 800 голов скота предпринимателю. Ему выделят субсидии, сумма пока не определена. Губернатор заявила, что ящер вскрыл ноги недоработки. СПК фактически не охраняются, карма не проверяются. Однако теперь выводы сделаны. Больше такого область не допустит. Сейчас главное понять, откуда пошла инфекция. Теперь мы знаем, что раз такая ситуация в мире, и есть и биологические различные вещи, и биологическое оружие и так далее. Поэтому надо быть более внимательным. Во-первых, мы обязательно найдем, откуда это, потому что это принципиальный вопрос, потому что как диверсия какая-то, понимаете? Или головотерпство это, или диверсия. Потери в Владимирской области понесла только имиджевые на вакцину. Почти не тратились, ей обеспечили федералы. Серьезный урон нанесен компания «Полье» более 100 миллионов рублей. От ее продукции отказались многие торговые сети. Однако вице-губернатор по сельскому хозяйству Роман Русанов компетентно заявил, что Владимирское молоко пить можно. Ни в одной пробе ящер не обнаружен. Самая серьезнейшая проверка была на «Полье». Там три степени защиты, современнейшие технологии. Там как в лаборатории, я не знаю, какого-то секретного института, если честно, все. И так далее. Я, честно, будучи патриотом, пил всегда судогодское молоко. Теперь начал пить «Аполе». И всем своим друзьям, рекомендую, пейте «Аполе». Они 100% безопасны, как и любое другое Владимирское молоко. Также Русанов сообщил, что в следующем году на поддержку сельского хозяйства из регионального бюджета выделят дополнительные 300 миллионов рублей. По планам они пойдут на агролизинг. Когда мы приезжали в лучшие хозяйства, у нас действительно техника за три года обновилась настолько, что мы даже могли в дожди, по сути дела, ходить в поле и убирать урожай. Модернизация техники – это основное. Будем через агролизинг закупать скот. Кредиты тяжело получить, ставки большие, ничего страшного. За счет своего агролизинга будем получать. Перспективными направлениями развития сельского хозяйства в регионе Светлана Орлова считает разведение кроликов, крупного рогатого скота, рыбы. В рамках чествования лучшие сельхозработники получили награды. После гости посмотрели концерт, на котором свои главные хиты спел Лев Рещенко. Екатерина Зинорова, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33. Субтитры создавал DimaTorzok